Шаббат Добрый день! Надеюсь, что все готовятся к Шабату Готовятся все сейчас к Шабату И тот, кто не готовится к Шабату Это тоже называется готовиться к Шабату Почему? Давайте разберемся Почему? Даже те, кто не готовятся к Шабату Этим самым они готовятся к Шабату Смотрите Шабат и вообще духовная реальность она наступает независимо от того, хотим мы этого или нет. То есть есть некие объективные правила, которые можно в них верить, можно не верить. Значит, и когда ты не веришь в правила дорожного движения, например, и идешь на красный свет, то даже если ты не веришь в эти правила, машины едут. И можно очень легко попасть под машину, не дай бог. И в этот момент человек, который даже не верил в эти правила, он в этот момент попадает под их воздействие, понятно. То же самое с духовными законами. То же самое с духовными законами. Вот, например, сейчас идут время, которое называется Беном и Царим. Между теснин называется время. Можешь ты верить, что сейчас такое время, когда вот в духовном мире, представляете, осталось, например, осталось всего лишь несколько дней до 9 ава. На следующей неделе будет 9 ава, в четверг. И 9 ава был разрушен первый Иерусалимский храм. Представляете, это дом Бога. То есть это место, которое построил царь Соломон, который в этом месте, которое он построил, был ковчег, было все. Потом, кстати, мне задавали вопрос, где ковчег? Спрашивал один читатель в инстаграме. Говорит, Ицкак, как же вообще евреи, куда же ковчег-то дели? Я говорю, все было так и задумано царем Соломоном. Царь Соломон знал, как и Машер Абейну в книге Дворим, Машер Абейну знал, что еврейский народ, когда зайдут в землю Израиля, и он им об этом говорил, увещевал, дальше у нас будут эти все увещевания, он говорит, вот вы зайдете в землю, все у вас будет хорошо, и вы забудете про Всевышнего. Так человек устроен, когда все хорошо, он вместо того, чтобы каждый день благодарить и заниматься духовной работой, он вместо этого говорит Всевышнему, ну все, дальше я сам. И чем он начинает сам заниматься? Он начинает заниматься гава, да, гордость, гордыня, почет, понты, да, по-простому понты это называется. Почет, понты, очень похожие слова. Значит, он начинает удовольствие, погрязает в каких-то, в каких-то погрязает, ну вообще уже куда дальше, куда дальше. Я знаю, там есть, например, вино, хорошее вино стоит там, я не знаю, 100 жителей бутылка, 30 долларов, да, например, это очень хорошее вино. И, а есть вино, которое стоит 40 тысяч долларов бутылка. В чем разница между вином за 40 тысяч долларов и вином за 30 долларов? 40 тысяч долларов и 30 долларов. Разница между этими двумя винами понты. Вкусовая разница, она не может быть в тысячу раз вкуснее вино, в тысячу раз вкуснее вино за 40 тысяч, чем за 30 долларов. Этого нет, но есть, что это вино его одна бутылка в мире, ее продает какой-то там человек, который известный человек. И вот я значит черный квадрат, да, любой маляр может сделать черный квадрат на стене, любой маляр, даже начинающий маляр, даже просто любого, даже Мариус из Милана может нарисовать черный квадрат, я уверен, да. И Светлана Петрова тоже сможет, если дать ей хорошую краску. Но черный квадрат картины Малевича стоит там 5 миллионов долларов, может 10 уже стоит. А черный квадрат, который мы будем рисовать, он ничего не стоит, да, еще ругаться будет, что ты этот черный квадрат нарисовал. Получается, что когда царь Соломон строил первый Иерусалимский храм, он знал, что в конце концов придут плохие люди, вначале эти плохие люди придут в еврейском народе внутри, и первый храм был разрушен за что? За идолопоклонство, за разврат и за убийство. И царь Соломон, примерно он представлял, что так будет. И когда он строил первый храм, он построил внизу под местом святая святых, в горе внизу, он построил место, которое было как бы в скале, куда можно было спрятать ковчег и все самые вот эти вот святые вещи, которые там были. Но самое главное, это ковчег с Крувим, в котором лежали скрижали завета, которые были первые разбитые скрижали, вторые скрижали были, на которых 10 заповедей было, которые второй раз Маширабену принес. Это уже скрижали он вытесал, а Бог на них написал 10 заповедей. Это как бы краеугольный камень мира, да, то есть это проявление Всевышнего в этом мире в чистом виде, в ковчеге в этом. И он, этот ковчег, внизу была подготовлена специальная комната, куда его нужно было спрятать в случае опасности. И царь Хисхияу, был такой царь Хисхияу, который спрятал туда ковчег. И по большинству мнений знающих людей, которые реально знают, как работает духовная реальность, ковчег, он там и находится. Поэтому люди, которые едут к стене плача молиться, они могут знать, что они молятся действительно в месте, которое называется ворота в небо. И внизу там, под этой горой спрятан ковчег. Он там. Его еще во втором храме уже не было этого ковчега, который был в первом храме. Теперь представьте себе, 9 ава был разрушен первый храм. Кто его разрушил? Царь по имени Навухаднецар. Навухаднецар, он разрушил первый храм. Значит, был он вавилонский царь. И еврейский народ ушел в изгнание в Вавилон. Значит, такой он, помните, был, чтобы стерлось его имя Сталин, который переселял народы. Он это не придумал. Любой тиран, который хочет... Вот представьте, как мыслит человек тиран, да? Он думает... Вот сидит, просто человек, да? Ну, кто ты вообще? У тебя две руки, две ноги, два глаза. Ты такой шатаешься, да? С утра там, ну, ночью спишь, как все. Кушаешь, в туалет ходишь. Зачем тебе захватывать другие народы? Объясните, зачем человеку захватывать другие народы? Тебе мало, что ли, твоей квартиры, твоего города? Тебе мало, значит, у тебя есть твои подданные там, которые... Зачем тебе другие люди-то? Зачем Александр Македонский пошел весь мир захватывать? Или Наполеон, да? Ну, сиди ты, Наполеон, уже у тебя Франция есть, ты император, дворец у тебя хороший. Все у тебя есть, что тебе надо? И, значит, на выходнице, он разрушил храм. А потом же они боятся. Ну, он разрушил и думает, а сейчас же моя армия отойдет. Они опять отстроят все, что нужно. И что? Так что делали эти тираны все? Они старались переселить народы, сорвать их с места. Они говорят, так, вот этих мы угоняем. Вырезали всех мужчин. И в основном женщин, детей старались выгнать и переселить в другое место, где они уже сливались с тем народом. То есть они как бы старались выкорчевать народы. И получалось, то есть мы видим, даже мы видим из сегодняшней недельной главы, значит, из сегодняшней недельной главы мы видим, что Всевышний сказал еврейскому народу, чтобы те народы, которые были на земле Израиля, что их тоже надо выкорчевать и уничтожить. То есть получается, что вина народа, как бы вина, это такое слово, не очень красивое. То есть то, с чего я начал. Есть духовные законы, абсолютно четкие и понятные. Их установил Бог, Творец Мироздания. Законы физики, законы химии, законы, там, какие еще законы, кроме физики и химии? Ну вот физики и химии, да, в основном этим миром физическим, да, управляют законы физики и законы химии. И это четкие законы, то есть там в них нет вправо-влево, да. Теперь точно так же духовные законы Бог установил. Если мы их не видим и мы их не осознаем, это не значит, что они не работают. Они работают на каждого человека в отдельности, на каждое действие в отдельности, на каждого, на все работают духовные законы. И как сказал царь Соломон в конце книги Коэлит Экклезиаст, что он говорит, в конце концов, все человеку станет понятно, да. Вся его жизнь, когда он выходит из этого мира, ему показывают его жизнь с духовной точки зрения. Ему все становится понятно, все причинно-следственные связи в его жизни. Солдавар, он говорит, в конце концов, а коль не шма, все будет понятно. Это Элатим Ира, Бога бойся, да, трепещи перед Богом, потому что когда ты видишь, что эта вся система, она настолько продуманная, настолько она велика, великолепная, что тот, кто ее создал, создатель, творец мироздания, это, ну, это просто нет слов, чтобы его описать, но надо, как бы, понимать, осознавать, чувствовать его величие. Бога бойся, заповеди его соблюдай. Это говорит нам царь Соломон, соблюдай его заповеди. То есть, если ты будешь соблюдать волю Всевышнего, это единственный возможный и правильный способ поведения в этом мире. То есть, выполнять вот эти духовные законы, которые Бог установил. Месватав Шмор. Кизэ Коля Адам, в этом весь человек. Люди ищут смысл жизни, люди ищут, пытаются, вот я сейчас найду какой-то мираж, да, вот у меня вот смысл моей жизни, это это, да, и вот человек за этим гоняется, там, тот же на выходне цар. Вот я разрушу, захвачу весь мир, вот смысл его жизни. И что он? Мир не захватил и умер. Ну и что? Зачем ты гнался? Александр Мукдон вышел в этот поход, я захвачу весь мир. Тридцать лет, где-то там он, не помню где он, в Ираке, умер и нету. Ну и что? И что ты? Гнался за миражом, мираж не поймал, людей поубивал, детей не оставил. Ничего, ну то есть, что за жизнь? Пустота вообще, полная пустота. А царь Соломон говорит, совдавар, в конце концов, окольный шмар, все понятно. Бога бойся, митсватав шмор. То есть, если ты Бога не боишься, то ты не будешь заповеди соблюдать. Потому что, когда человеку говоришь, например, вот тебе правильно делать там зарядку. Человек говорит, ну да, да, правильно, правильно мне делать зарядку. А если ты, ну я не хочу, ну не могу, вот я ленивый. А если ты берешь там автомат Калашникова, ему говоришь, смотри, если ты сейчас не будешь приседать, я тебе сейчас ноги отстрелю. Человек говорит, все, приседаю. Приседаю, значит, негатив. И лени у него вдруг нету, и все у него, приседать будет очень много. То же самое, если ты Бога не боишься, если ты не понимаешь, что от Всевышнего зависит твоя жизнь, здоровье, благополучие, все. И то, что покамест, он за то, что ты не выполняешь его заповеди, он все это терпит. И он тебе просто дает жизнь как бы авансом, да. И как только ты начинаешь бояться, тогда ты начинаешь соблюдать его заповеди. Бога бойся заповеди его соблюдать. Тизе, Коля, Адам. В этом смысл жизни человека в этом мире. Нет другого смысла, все остальное бессмысленно. Вся книга Каэлит, Экклезиаст об этом. Я сейчас, кстати, готовлю к изданию Каэлит. Нет, вот я, почему я сейчас в таком настроении, потому что я как раз на четвертой главе Экклезиаста. Я делаю как раз, чтобы было удобно, как в Мишле, чтобы было удобно учиться. На каждый отрывочек объяснения, чат-бот в Телеграме, чтобы можно было каждый отрывок смотреть, изучать. Очень удобно. Поэтому я в таком настроении, как Элит. И дальше он говорит, вы да, знай, коль давар яви элоимля мишпад. Каждую вещь, каждое слово приведет Бог на суд. Каждое слово приведет Бог на суд. Алькольный лам, все скрыто. Вы им тоф. И хорошее, и плохое. То есть каждое действие, которое человек делает, каждое действие, оно приводит к последствиям. Каждое действие и бездействие. Это то, с чего я начал. Кто готовится к шабату, это действие, когда он вкладывает, выполняет волю Всевышнего. И он готовится, закладывает для себя духовный свой потенциал. То есть готовиться к шабату, это метафора, готовиться к жизни после смерти. Когда ты вкладываешь в себя духовную работу и выполнение заповедей Всевышнего. Это готовится к шабату. И тот, кто готовился при жизни к шабату, ему будет, что кушать в шабат. Кто не готовился, не будет. На выходне царь, сегодня давайте чуть продолжим, на выходне царь разрушил первый Иерусалимский храм и 70 лет еврейский народ угнали в Вавилон. В Вавилоне они осознали свои ошибки и когда они осознали свои ошибки, Всевышний снимает давление. То есть происходит обычно так, человек идет не в ту сторону в своей жизни, он начинает делать неправильные действия и он включает давление от Всевышнего, чтобы его перенаправить на правильный путь. Обычно это давление человек воспринимает как страдание, то есть человеку становится больно, неудобно, какие-то проблемы, неприятности, такие звоночки светофора, желтые сигналы светофора. Умный человек, он говорит, все говорит, умный человек, я понял, осознал, что-то не туда зарулил, надо чуть-чуть остановиться и пересмотреть свой подход к жизни. Теперь, ну что, ну что, это умный человек, а не умный человек, он говорит, все случайность, все вокруг меня случайность. Вот мой главный духовный закон, значит, второй отрывок 21 главы, если у кого есть, открываем книжечки, кто уже заказал книги себе, вы можете прямо читать и смотреть. Значит, 21 глава, второй отрывок, сегодня мы, да, 21 число. Написано так. Коль дэрэх иш яшар бэйнаф, каждый путь человека прям в его глазах. Вэту хэнли бот ашэм, а Бог, он внутри сердца. Что значит Бог внутри сердца? Человек думает, я спрячусь от Бога, Бог не там, Бог тут, Бог внутри тебя, это твоя божественная душа. И когда ты делаешь любое слово, любой поступок, то вот этот вот божественный свет, который позволяет тебе это делать, он же одновременно и оставляет сигнал в духовном мире. Как помните, сон Якова, ангелы, которые поднимались по лестнице. Когда Яков уснул, он увидел, как работает мир. Он увидел лестницу, которая стоит под ножнем на земле, а ее высота, она уходит в небо, да, лестница в небо известная, песня такая. И по этой лестнице ангелы поднимаются и ангелы опускаются. Что это значит? Когда человек делает какой-то поступок, то у него вообще нам жизнь, жизненная сила, это духовная сила, божественная сила, божественный свет изнутри. Когда ты делаешь какой-то поступок, то в интеллекте, у тебя есть свобода выбора в интеллекте. Ты выбираешь, что сказать, как сказать, что сделать, что не сделать. И этот божественный свет проходит сквозь фильтры твоего выбора. И дальше это ангел, который поднимается на небо. Духовный след от твоего поступка идет на небо. Дальше же вся реальность, в которой мы живем, вот человек, он же, с одной стороны, он производитель сигнала изнутри, да, то есть мы к другим людям обращаемся, мы их просим что-то сделать, мы их каким-то образом описываем, да, вот разговор. Два человека собрались, один другому описывает третьего. У него есть любое описание, это неправда, это субъективная реальность. Теперь один человек нарушает духовные законы, которые называются, нельзя говорить злоязычие, лошанара и сплетни, и он описывает другого человека негативно, того. То есть он создает некую новую реальность. Ангелы, которые поднимаются от его разговора, они поднимаются, проходят сквозь мост второго человека и поднимаются на небо. На небе такая, сгущаются тучи. Тот человек, который слушал, у него уже взгляд на того, о котором говорили, и на того, кто говорил, у него есть внутри какое-то собственное решение, осознание, как он этот разговор воспримет. Он его воспринял так, что он поставил клеймо и на том, и на том. Тот, кто говорил сплетню, он сплетник. Тот, о ком говорили, он плохой человек. То есть он автоматически как бы поверил, случайно поверил. Хотя он знает, что тот, кто говорит сплетню, нехороший человек. Но он тексту, его текст зашел к нему в голову, а уже слово не воробей, вылететь не поймаешь. Слово это как, слово не воробей, оно значит, уже зашло к нему в голову, дальше он уже забыл, кто его сказал, а у него мысль эта в голове осталась. Поэтому слушать негативные тексты про других людей, про мир и так далее, очень для человека опасно. Это как ты выпил отравленной воды. Ты выпил отравленной воды, отравленная вода, отравленная вода из организма выйдет. А отравленная мысль уже никогда, она уже впечаталась и в нем живет. Теперь, значит, мы поняли, что каждый путь человека прямо в его глазах. В эту Хенли Боташем, внутри сердец Бог находится, да? Творец, Бог именно здесь написано, проявление Всевышнего, Творец-Создатель. Это та энергия творения, которая не структурирована. Элоким это всесильная, это структурированная реальность. А внутри сердца находится Бог-Творец-Создатель. И что его структурирует? Сам человек структурирует своими словами, решениями и мыслями вот эту вот энергию внутри, которая его есть. И он как бы, он со... Когда Бог сказал, сделаем человека, он имел в виду, сделаем человека вместе с человеком. Вот написано, когда он первого человека создавал, написано во множественном числе. Наосе это Адам. Бетсалнену кедмутену. Сделаем человека по образу нашему и подобию. Значит, что значит, сделаем человека по образу и подобию Бога? Всевышний, он Творец Мироздания. И он установил законы в Мироздании. Он изначально до законов, он Творец. Когда он установил законы, он всесильный, да? То есть он установил все силы, как это работает. То же самое человек, человек внутри Творец, он Создатель себя. У него есть свобода выбора, как думать, как интерпретировать, как действовать, во что верить, во что не верить, как назвать, как выстроить свой день. То есть у человека есть огромная внутри сила создавать, решать, принимать решения. Как он ее выберет? Все, что он выберет, написано, коль де рахиш яшар бейнаф. Каждый путь человека прямо в его глазах. Дальше. Сейчас мы найдем очень хороший какой-то отрывок. Тринадцатый отрывок, например, да? Вот вчера, вчера мне задали вопрос, как реагировать, как реагировать на то, значит, что ты едешь на машине, да? Например, там, в Тель-Авиве, и настоит на светофоре какой-то бедный, пьяный, там, какой-то человек, который без, ну, такой, и просит деньги. И меня спрашивает парень один, да, говорит, давать ему деньги или не давать? Я знаю, что он это потратит на алкоголь, давать или не давать? Я как раз ему ответил на вопрос его, но именно вот этим вот отрывком, который в 21 главе царь Соломон нам хотел сообщить. Тринадцатый отрывок, значит, тринадцатый отрывок. Он говорит так. Отемазно мизаакат даль, тот, кто закупоривает ухо его от крика обездоленного, даль это бедный обездоленный, кто все потерял. Гам-у икра в лояне, также он будет звать и ему не ответят. Значит, с точки зрения, с точки зрения духовных законов, человек, который стоит на светофоре и просит деньги, ему очень плохо. Ему по-любому плохо, хоть он на наркотики потратит, хоть он на алкоголь потратит, в данный момент ему плохо, и он просит у тебя деньги. Теперь, ты можешь ему деньги, у тебя есть, во-первых, множество вариантов. Первый вариант – это дать деньги и сказать ему, чтобы Бог тебе помог, и чтобы все, что ты просишь у Всевышнего, чтобы Всевышний тебе дал. Мера за меру. То есть, если ты поступаешь так, то тогда та мера, которую человек меряет, меряют ему. Значит, второй вариант, значит, то, что здесь написано. Отемазно мизаакат. Ты закрываешься, закупориваешь, у тебя есть деньги лежат, ты мог бы ему дать, но ты не даешь. Написано, тот, кто закупоривает свое ухо от крика обездоленного, когда он будет взывать ко Всевышнему и просить в молитве, ему тоже не ответят. То есть, мир же, он очень справедливый, мера за меру. То есть, теперь третий вариант. То есть, мы разобрали две крайности. Первая крайность – это у тебя есть деньги, и ты ему… Нет, самая большая крайность – это что такое, давайте рассмотрим по шкале, мессерут-нефеш. Мессерут-нефеш – это когда ты служишь Всевышнему, преодолевая свою человеческую природу. То есть, только те люди, которые служат Всевышнему, выполняют заповеди, преодолевая человеческую природу свою, они получают от Всевышнего чудеса. Теперь, значит, давайте рассмотрим эту крайность. Человек сидит, значит, этот бедный просит. У него нет мелких денег, у него есть крупные деньги, он ему дает, ему жалко, но он ему дает там 20 долларов, 50 долларов, какую-то сумму, которая для него важна. И говорит, вот это чудо для него, ему никто столько не дает. Но пускай ему будет чудо, пускай он на эти деньги там обрадуется, накупит себе все, что он хочет. Значит, чудо, вот тебе, на тебе чудо, да, и это чудо для меня, что я это делаю, потому что я не хочу ему давать, мне больно, жалко, но я преодолевая свою человеческую природу, я ради Всевышнего, ну, чтобы выполнить волю Всевышнего, я вот ему даю. Это такая крайность, крайность, так не надо поступать, не надо крайностей. Вторая, ты ему даешь там монетку в шетель, 5 шетелей, 10 шетелей, то есть монета, от которой ты никак не обеднеешь. Чашка кофе, там, бутылка воды стоит 10 шетелей, ты даешь ему 10 шетелей и говоришь, пускай Всевышний тебе поможет в твоей ситуации. То есть ты его не судишь, ты, наоборот, как бы говоришь, пусть Бог тебе поможет, значит, в этом случае ты также пробуждаешь к себе отношения. Теперь в другую идем крайность, ты, значит, на него наехал, обматюкал, сказал, иди работай, значит, там, и так далее, да, пожалуйста, то есть это еще хуже, потому что ты судишь его, и ты закладываешь, чтобы на тебя с неба так смотрели, да. Кто сказал, что ты везде делаешь правильные вещи, кто сказал, что ты выполняешь то, что ты должен был бы выполнить в своей жизни, там, в семье и так далее. То есть каждый из нас недовыполняет в каких-то областях своей жизни, и Всевышний это прощает, он прощает нам много разных проступков, много разных неправильных поведений, он нам прощает. Значит, ты говоришь, не надо прощать, не надо прощать, любую слабость, любое все прощать не надо. Ты как будто бы на небо кричишь, обратите на меня внимание, пожалуйста. Пускай вот те ангелы, сейчас я посылаю ангелов, чтобы они сообщили, что как я жестоко и плохо отношусь к другим людям, пусть так же жестоко и плохо отнесутся ко мне. Это другая крайность. Нормальная золотая середина, то, что я когда-то, Рав Искак Зильбер, великий праведник, он когда-то во время урока пришел, вот такой вот человек, который просил деньги. Явно аферист, обманщик, знает, что если одеть кипу и прийти к религиозным, то они должны давать деньги, как бы, и он, зная это, видно прямо по нему, что он обманщик. Он ходит прямо, Рав Зильбер достает монетку, 10 шетелей дает ему. Мы ему говорим, Рав Зильбер, он же обманщик, это же понятно, что он обманывает, он вымогатель просто, да? Он говорит, смотрите, от 10 шетелей, от сдаки никто не обеднеет. Никто не обеднеет, это прям привел он в какие-то отрывки историй, где написано, что никто не обеднеет, когда дает сдаку. Теперь, но лучше всегда в такой ситуации дать человеку, потому что здесь ты не с ним взаимодействуешь, здесь ты взаимодействуешь с собой и со Всевышним. И человек, который раскрывает свою руку и дает, это человек, которому дают с неба, то есть это человек, который добрый, помогает и так далее. Значит, это то, что царь Самон сказал в 13 отрывке. Тот, кто закрывает ухо его от Миза Акаддаль, от вопля обездоленного, Гам Уикра, также он будет взывать, Вилой Ане ему не ответят. Значит, 17 отрывок. 17 отрывок очень тоже интересный. 17 отрывок, он говорит нам следующую вещь. Иш Максор Оэв Симха. Человек, которому не хватает, Иш Максор, это тот, кому не хватает, любит радость. Оэв Яен Вашемен, тот, кто любит вино и жирное мясо, Ло Яшир, не станет богатым. Значит, давайте разберемся, что значит богатый, да? По Торе слово богатый очень близко по звучанию и по написанию к слову счастливый. Значит, Ашир с Айном, с буквой Айн вначале, это богатый. Ашир с буквой Алиф, это счастливый. Теперь, что общего есть между богатым и счастливым? Между богатым и счастливым есть одна общий знаменатель. Счастливый человек, это тот, кто радуется тому, что у него есть. То есть, счастье наступает в момент, когда человек получает в своей жизни то, что он хочет, и он в этот момент счастлив. У меня есть то, что я хочу. Богатство, это когда у тебя твои потребности, желания и все финансовые какие-то твои вопросы, они закрыты. И у тебя есть избыток денег, который позволяет тебе не испытывать недостатка и нужды ни в чем. Это общий знаменатель между богатой и счастливой. Теперь, но есть человек, который называется Иш Махсор, человек недостатка. Теперь, есть человек богатый, у которого, я помню, когда-то работал, был советником одного очень богатого человека. И он все время, он был, вот ему не хватало. Я его как-то спросил, у него было на тот момент 300 миллионов долларов. Я его как-то спросил, говорю, что сколько вам нужно денег? Он говорит, мне нужно 5 миллиардов. Мне не хватает 4 миллиарда 700 миллионов долларов. То есть, у него был огромный недостаток. То есть, ему была просто, ну, цифра, которой ему не хватало, это даже та цифра, о которой большинство не мечтает. То есть, он относительно того, как он хотел быть, он был нищим. В итоге он потерял практически все свои деньги, потому что он гнался за тем, чего у него не было. И когда человек в погоне за тем, чего у него нет, он часто рискует, жертвует там и так далее. В общем, говорит царь Саламон в 17 отрывке. Иш Махсор, да? Человек недостатка. Он любит семху. Он любит радость. Очень странно, да? Радость же все должны любить. А почему он любит радость? Если вы обратите внимание, когда чувствуешь себя плохо, когда чего-то не хватает, особенно от того, чего ты не можешь получить, то в этот момент у многих людей срабатывает механизм такой психологический. Они хотят отвлечься. Как они отвлекаются? Они смотрят комедий-клаб, какие-то шоу, смешные ролики, смотрят кино или бухают. Тоже весело. Написано, что царь Саламон нам сообщает, что, значит, яин вино вызывает на смешничество. То есть человек, который выпивает вина, ему весело, смешно и так далее. Вот это то, что здесь написано. Тот, кому не хватает, он стремится закрыть свой недостаток радостью. И дальше он говорит ему такой совет. Но тот, кто заедает свой недостаток, свое беспокойство вином и мясом жирным, он никогда не станет тем, у кого будет избыток. То есть нужно двигаться в другом направлении, говорит царь Саламон другими словами. То есть ты не можешь, если у тебя есть внутри вот этот огромный разрыв между желаемым и действительным, и ты этот разрыв пытаешься заполнить вином, мясом и какими-то отвлечениями, да, то ты этот разрыв никогда не заполнишь. Его можно заполнить кропотливой работой, когда ты двигаешь и действуешь. Или его можно заполнить благодарностью за то, что есть, убрав этот разрыв между желаемым и действительным. То есть благодарность, ты говоришь, секундочку, то, что у меня есть, это то, что мне надо, все. Мне хватает, у меня нет недостатка. Теперь, ну если я все-таки говорю, мне не хватает, тогда что я создаю? Я создаю внутри такую духовную растяжку. Мне не хватает, мне не хватает. Мне плохо сейчас, но мне будет хорошо там. Если я могу туда прийти, тогда я должен действовать, но все то время, пока я двигаюсь к своей цели, все то время я испытываю недостаток. Когда человек испытывает недостаток на автомате, он может закрыть недостаток чем? Вином и, ну, заедать, да. Результат, лишний вес, алкоголизм и никаких недостаток не закрылся. На какой-то момент жизнь налаживается, как будто бы, но как только ты выходишь из этого состояния, все возвращается. Понятно, да? И последнее. Тридцатый отрывок. Давайте на этом закончим мы сегодня. Ух, сегодня что-то долгое пошло. Тридцатый отрывок. Нет эйн хахма, нету мудрости, вэйн твуна, и нет сообразительности, вэйн и ца, и нет никакого совета, ленега ташем, против Бога. Значит, многие люди пытаются построить свою жизнь, счастье, жизнь, какие-то, в общем, выстроить свой мир внутренний и внешний, не обращая внимания на эти духовные законы. Они учатся, они что-то строят и так далее, но все мимо. Против Бога не попрешь. Бог установил четкие, конкретные законы, как работает этот мир в духовном плане. Он создатель, он творец, он это сделал. И ты можешь умничать сколько угодно, ты можешь пытаться как-то обойти эти законы и придумать что-то свое. Результат будет один и тот же. Против Бога не попрешь. Он создатель, он хозяин мира, поэтому самый правильный путь, который есть в этом мире, это изучать божественные законы и выстраивать свою жизнь по выполнению божественных законов. Тогда ты с Богом идешь в резонансе, Бог тебе помогает, и все будет, как говорится, благословение Всевышнего обогащает, и нет грусти с Ним. Вот тогда это настоящее, как Бог совершенен, так же ты, соединяясь со Всевышним, ты становишься совершенен. Все, дорогие друзья, сейчас нам готовиться к Шаббату, чтобы было у всех прекрасный Шаббат, чтобы была у всех прекрасная жизнь, наполненная выполнением божественных заповедей и молитва Тора и добрые дела. Это три основы, на которых стоит мир в целом и на котором стоит внутренний мир каждого человека. И если выстроить себя таким способом, то будет полнейшее счастье, благополучие, здоровье вам, вашим близким, чтобы Всевышний в заслугу нашего стремления выполнять его волю, дал нам для этого все ресурсы. Все, что мы просим от Всевышнего, нужно просить у Всевышнего как ресурс для того, чтобы выполнять волю Всевышнего в этом мире. Тогда мы в одной команде, у нас есть прям очень сильный партнер. Создадим человека вместе, сказал Бог, значит так мы будем делать. Все, удачи, успехов, чтобы был мир в душе, мир в семье, мир с близкими и мир в мире, чтобы закончилась война, потому что самое страшное, что может быть, и это проявление духовных сбоев в обществе, то, что идет война. И обязательно, обязательно нужно, конечно, чтобы мы в духовном плане, каждый исправился, попросил Всевышнего и война закончится. Все, всем удачи, успехов, до воскресенья. Счастливо. Прошу бать с тобой.